Сегодня в программе. Когда вы приходите в Дом Божий, Дом Благодати, и слушаете проповедь Слова Божьего, это влияет на ваше откровение и ваше видение. Не важно, что видит этот человек или вот тот человек. Важно, что видите вы. Помните об этом? Совсем не важно, что говорит о вас тот или иной человек. Важно, что говорит о вас Бог, и как вы смотрите на самого себя. Возможно, вам нужно физическое исцеление. Бог говорит. Аминь. Бог говорит о владе видением. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Господу! Готовы слушать Слово Божье? В первой части проповеди я приглашу людей, которые не слышали об исцелении или здоровье, присоединиться к нам, так и не смогут сориентироваться. Я покажу им, что Иисус не только спасает от ада и ведет на небеса. У многих людей в голове только такое представление о спасении. Он несет небеса в ваш ад прямо сейчас. Он несет небеса в вашу земную жизнь. Аминь. У него есть небесные ответы на ваши земные проблемы. Господь хочет нести спасение туда, где вы находитесь. Если ваше тело болеет, Он хочет даровать спасение этому телу. Слово «спасение» по-гречески звучит как «созуэ» и включает в себя очень многое. Оно означает «спасать», «исцелять», «освобождать», «защищать» и «хранить». Большой спектр значений, не так ли? На иврите это слово звучит как «еша». Когда Бог послал Своего Сына, Он мог выбрать любое имя, но выбрал одно – «йешуа», что значит «спасение». Произнося «йешуа», вы говорите «исцеление». Произнося «йешуа», вы говорите «освобождение». Произнося «йешуа», вы говорите «забота о моих детях». «Йешуа» означает «защита» и «сохранность». Разве не чудесно? Вы готовы? Сначала поделюсь с вами одним отрывком. К слову, первая часть не мое откровение. Когда люди по всему миру учат об исцелении, они часто используют этот отрывок. Он очень популярен. Ближе к концу своей проповеди я разберу этот отрывок на иврите. Эта часть будет откровением, которое пришло ко мне напрямую от Бога. Вы готовы? Итак, 4 глава притчи «Сын мой», словам моим внимай. Бог называет вас своим сыном. Это послание не для мира. Это семейный разговор. Бог собирает вместе своих сыновей и говорит «сын мой», словам моим внимай. И кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они – жизнь для того, кто нашел их в здравии для... Какой части вашего тела? Для какой части? Для всего тела Его. Это единственное, что принесет здоровье всему вашему телу. Что бы вы ни приняли из этого отрывка, секрет заключается в том, что Слово станет здоровьем для всего вашего тела. Аминь. Слава Господу! Слава Ему, Аллилуйя! В церковь! Очень скоро я открою вам смысл четвертой главы притчей на иврите. Это очень сильно вас благословит. Я буду говорить об этом впервые. Это освежит вас. Вы уже ощущаете эту свежесть? Я? Да. Но сначала откроем первую главу Откровения. Здесь Иисус дал видение апостолу Иоанну на острове Патмос. Иоанн пишет, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Под золотыми светильниками подразумевается минора. Именно слово «минора» звучит в тексте на иврите. Вот она. Бог велел Моисею соорудить такую минору в пустыне. Бог сказал, она будет давать свет священникам, когда они идут служить на святом месте. В те времена не было лампы электричества. Единственным источником света была минора, подсвечник с семью ответвлениями для семи свечей. Рассмотрите ее хорошенько. Я не просто так показываю вам минору. Вы узнаете причину, когда мы будем разбирать откровения на иврите. Но прежде, поскольку здесь много новых людей, я должен немного рассказать об иврите. Иврит похож на китайский. Его читают справа налево. К примеру, мы произносим имя Бога, как и Егова. Бог открыл это имя в Ветхом Завете. Яхве и Егова. Это одно и то же имя. Оно состоит из четырех букв. Они читаются справа налево. Йод, Хей, Вав, Хей. Все вместе. Яхве. Яхве. Не забывайте, что оно всегда читается справа налево. В имени Бога есть две буквы Хей. Вы знали, что у каждой буквы в иврите есть еще и изображение, пиктограмма. У нас нет времени разбирать все 22 буквы алфавита. Рассмотрим только первые пять. Первое – алев. Алев – значит бык. Эта пиктограмма изображает быка и только быка. Спросите любого человека в Израиле, верующего или неверующего, и каждый скажет, что алев – это бык или волк. Что это за волк? Это животное, которое приносили в жертву. Вола приносили в качестве всесожжения. Самое крупное животное для всесожжения – это волк. Волк – это символ жертвы. Слушайте. Запомните эту букву «алев». Ее очень легко запомнить. У вас в любом случае еврейские духовные корни. Запомните. «Алев» – следующая буква «бет». Что означает «дом»? Скажите «дом». «Алев» – это волк. Бет – дом. Иисус родился в Вифлееме на иврите «бет-лехем». «Лехем» – значит «хлев», «бет-дом» – «дом хлеба». Это была вторая буква еврейского алфавита. Третья – «гимель», что означает «верблюд». Аминь. Четвертая буква «далет» – «дверь». «Далет» – значит «дверь». «Алев», «бет», «гимель», «далет», «хей». Это пятая буква алфавита. Ее изображение – окно. Если спросить у раввинов, почему именно окно, они скажут «окно?» Окно, потому что окно что-то да, значит. Окно, чтобы вы видели, чтобы выглядывали и видели перспективу. Эти люди не понимают смысла «хей», потому что «хей» – это благодать. Это откровение о благодати. Благодать пришла с Иисусом Христом. Если они признают Иисуса Христа своим Спасителем, им будет дано откровение «хей». Итак, запомните эти пять букв «алев», «бет», «гимель», «далей», «хей». Вы готовы? Думаю, готовы. Четвертая глава притчи «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое». Вы знаете, сколько букв в этом стихе? Можете не считать, я назову вам их число, здесь 25 букв. Ровно 25. И если здесь 25 букв, можем ли мы найти центральную букву? Конечно. Это значит, что с одной стороны будет 12, и с другой – 12 букв. А вы – центральная буква. 12 плюс 12 равно 24. Вы – 25-я буква. Боюсь, если учить математику, у нас не останется времени. Итак, если всего у нас 25 букв, есть центральная буква. Попробуем обнаружить здесь принцип миноры. В общей сложности в этом стихе 25 букв. Отсчитаем, начиная с первой буквы «бет». 12 букв влево, и приходим к букве «бет». Помните, что означает вторая буква алфавита «бет»? Дом. Здесь «бет» находится в самом центре. После буквы «бет», начиная с буквы «хэй» и до последней буквы «кав» также 12 букв. Что это значит? «бет» – центральная буква. Вы видите это? Кстати, должен сказать вам еще кое-что. Посмотрите на имя Яхве. Зачастую его сокращают до «ях». Оно состоит из букв «йод» и «хэй». Запомните это. Итак, центральная буква «бет». Верно? Она стоит в середине. О чем сказано в первой части стиха? Словам моим «внимай». Буква «бет» звучит в слове «внимай» в этом стихе на иврите. «Бет» значит «дом». Где вы слышите слово Божье? В чьем доме? В вашем. Моем. Или в чьем? В чьем доме? В доме Божьем. И мы все это знаем. Сейчас я покажу вам доказательства. Центральная буква этого стиха — буква «бет». Она означает «дом Бога». Все просто. Посмотрите направо. Какая буква стоит справа от буквы «бет»? «Йод». Верно. А какая буква стоит слева от «бет»? «Хэй». Что? Получилось. Ях. Вы видите это? Чей же это дом? Да, здесь мы видим имя Бога. Значит, речь о доме Бога. Если читать справа налево, после буквы «бет» идет буква «хэй». После «бет» стоит буква «хэй». Есть много домов, которые так или иначе называют себя церквями. Но скажу вам так, что делает церковь именно церковью, а не синагогой? Церковь становится церковью, если она «дом благодати». Дом «хэй». Это дом, где вы находите благодать. Вы скажете «аминь»? Следующий, 21 стих. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Сейчас я расскажу вам кое-что о буквах еврейского алфавита. Вы знаете, что есть приставки и суффиксы. Если поставить букву вначале, она станет приставкой. Если поставить одну или несколько букв в конце слова, они станут суффиксом. Если вы пока ничего не понимаете, просто послушайте внимательно. Я верю, что Дух Святой будет открывать вам эти истины. В иврите есть буква, которая делает что-то вашим, вашей собственностью. Это всего лишь одна буква. Если поставить ее в конце слова, это будет означать, что это вещь ваша. Уловили смысл? К примеру, вы знаете слово «хесед». Что такое «хесед»? «Хесед» значит «благодать». Но я могу поставить в конец этого слова одну букву «кав». Скажите «кав». 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 Всего лишь одна буква на конце слова «хесед» и «благодать» уже принадлежит Богу. Это его «благодать». Понимаете? Буква «кав» меняет звучание, и слово «хесед» превращается в «хеседек». Вы еще не потеряли мысль? Вам нужно это знать. Это откровение благословит вас. «Кав» — буква принадлежности. Вы посчитали, сколько букв в этом стихе? Я посчитаю вместе с вами. Здесь их тоже ровно 25. Что это значит? У нас опять 12 букв слева и 12 справа. Я прав. Мы можем найти и здесь вместе с вами центральную букву. Давайте сделаем это. Отсчитаем 12 букв от первой буквы «алев» влево. Здесь стоит буква «кав». Видите эту букву? Это буква «кав». Значит, какое бы слово там ни звучало, все это ваше. От буквы «кав», начиная с буквы «шин» и вплоть до последней еще одной буквы «кав», также 12 букв. Центральная буква «кав». «Кав» звучит в словах «глаз твоих» — «ме-а-не-ни». Теперь, благодаря букве «кав» это звучит как «ме-а-не-ник». Эти слова означают «твои глаза». Когда вы приходите в Дом Божий, Дом Благодати, и слушаете проповедь Слова Божьего, это влияет на ваше откровение и ваше видение. Не важно, что видит этот человек или вот тот человек. Важно, что видите вы. Помните об этом? Совсем не важно, что говорит о вас тот или иной человек. Важно, что говорит о вас Бог и как вы смотрите на самого себя. Важно ваше видение, то, что вы о себе говорите, и то, каким вы себя видите. Видите ли вы себя под тенью крыльев Всевышнего? Или вы видите себя раненым? Потерпевшим поражение? Разоруженным? Каким вы видите себя? Вы видите себя под защитой? Дело не в том, что проповедует пастор Принц. Дело в вашем зрении. Что видите вы? Пастор, я знаю 90-й псалом. Слава Богу за 90-й псалом. Но что вы видите внутри себя? Аминь. Возможно, вам нужно физическое исцеление. Бог говорит. Овладе видением. Убедись, что видишь правильные вещи. Теперь мы пришли к завершающему стиху этого отрывка. Потому что они – жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его. Мне нравится слово «увелоколь». «Кол» означает «всё». Всем, каждому. «Яколь, Израиль, слушай!» «Шма лаколь, Исраэль, слушай весь Израиль!» «Лаколь для всей вашей плоти» «Наеврите бессор». Вы знаете, сколько здесь букв? А вот и нет. В 20-м стихе – 25 букв. В 21-м стихе – 25 букв. А здесь – 27 букв. Это Божий юмор. Он знал, что вы скажете 25. Но дело даже не в этом. Прежде чем мы посмотрим на эти 27 букв, я расскажу вам кое-что важное о словах. Здесь… Сколько слов? Давайте быстро подсчитаем. «Ки», «Хаим», «Хим», «Лэмоцехэм», «Велоколь», «Бесаров», «Марпэ». Это здоровье. Семь слов. О чём вам говорит число семь? О миноре. Это минора. Этот стих – кульминация, ключевой стих. Он заключает в себе всё, что было сказано ранее. В этом стихе мы читаем о жизни для того, кто найдёт их, и исцеление для всего тела. Бог сложил эти слова в таком порядке, что они напоминают минору. Вы заметили это? Посмотрите, какое слово является здесь центральным. «Лэмоцехэм», и оно означает «те, кто найдут». Найдут. Ударение сделано на слове «найдут». Бог не сказал, что Его Слово – свет для всех. Он не сказал, что Его здоровье для тел всех людей. Нет. Всё это только для тех, кто нашёл. «Найдут» – это центральное слово. Вы заметили, сколько букв в этом слове? «Семь». Это центральное слово в окружении трёх слов справа и трёх слева. В этом подобии миноры есть центральное слово, которое также состоит из семи букв. Мы видим здесь совершенство. Вы видите в этом совершенство? Ведь число семь – число совершенства. Давайте посмотрим, какая буква в этом слове центральная. Это буква «Алев». «Алев» означает «вол». Это символ жертвы. О чём говорит здесь Бог? Если вы хотите принять исцеление, если вы хотите быть здоровыми, тогда убедитесь, что всё, что вы изучаете, и все проповеди, которые вы слушаете, в какой бы то ни было церкви, сфокусированы на Иисусе. Павел писал, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, личности и притом распятого Его труда». Личность и её труд всегда должны быть в центре. Мы видим здесь в центре букву «Алев». Помните, я упомянул о 27 буквах, но ещё ничего о них не сказал. Мы скоро придём к этому. Семь слов. Центральное из них – это слово «найдут». У слова «найдут» семь букв. Центральная из них – буква «Алев». Кроме того, я говорил вам о 27 буквах. Давайте посмотрим на них. Общее количество букв в этом стихе – 27. Что это означает? Что здесь также есть центральная буква. Отсчитаем 13 букв от первой буквы «кав» влево, и приходим к букве «хэй». После буквы «хэй», начиная с буквы «мэм» и до последней буквы «алев» – 13 букв. Это значит, что центральная буква «хэй», и она означает «благодать». Здорово, что вы это уже знаете. Это буква «благодати». Не я писал Библию. Я просто обнаружил это. Друзья, Бог говорит этим, что тема «благодати» должна быть центральной в каждой церкви, в каждом служении, в каждом человеке, который служит словом. Кстати, вы заметили кое-что еще? «Хэй» – это центральная буква, верно? Почему в этом стихе 27 букв? Обычно евреи говорят, что в Новом Завете нет никакой нужды. Они верят только в Ветхий Завет. 39 книг. Они не верят в 27 книг. Я просто показал вам буквы. Каждая буква связана с Новым Заветом. Бог говорит, что Новый Завет – это слова, которые несут жизнь и здоровье. Вы знаете, что Новый Завет затмил Ветхий Завет? Ветхий Завет состоит из 39 книг. Новый Завет – из 27 книг. Каждая буква связана с книгой Нового Завета. Евреи могут изучать слово, но это не значит, что они могут обрести божественную жизнь и здоровье, которое приходит с Новым Заветом. Евреи говорят, что «Алев» также означает «Ава» – «Отец». Первая буква «Алев», вторая «Бет». Получается слово «Аб» – «Абба» в переводе «Отец». Когда евреи говорят «Алев», они не имеют в виду Иисуса на кресте, которого они не видят, но которого видим мы. Если вы спросите, означает ли это слово «Бога Отца», я скажу «Да». Это «Ава Отче». Давайте посмотрим, сможем ли мы найти три единого Бога здесь. Здесь центральная буква является «Алев». Какая буква находится справа от «Алев»? «Алев». Буква «Ёт». Да, относительно вас она слева, но для буквы «Алев» она стоит справа. Вы видите две буквы, которые должны что-то вам напоминать. Можете прочитать левую букву? Я хочу, чтобы вы сами назвали эти две буквы. Что? «Ёт» и «Хей». Что получается? «Ях». Это наш Господь Иисус. Эти буквы стоят слева, но относительно буквы «Алев» они находятся справа. Я прав? За буквами «Ях» следует буква «Мем». Знаете, какое изображение соответствует букве «Мем»? «Вода». «Мем» — это «Вода», то есть Дух Святой. Итак, мы видим Отца, Сына и Духа Святого. Это не три разных Бога. Это один Бог, три едины Бога. Это Он дает нам жизнь и здоровье всему нашему телу. Воздайте Господу славу, церковь. Вы получили благословение. Аминь. Слава Господу. Друзья мои, если вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я хочу дать вам такую возможность. Поверьте в Господа Иисуса, и спасетесь вы и весь ваш дом. Аминь. Доверьтесь Христу. Сейчас я произнесу молитву. Вы можете помолиться вместе со мной. Помолитесь от всего сердца. Бог ответит на вашу молитву. И с этого дня вы больше не будете ходить в одиночестве. Господь Иисус пойдет впереди вас. Он будет идти позади вас. Он будет с вами всю вашу оставшуюся жизнь. Скажите, Отец Небесный, Бог Отец, спасибо тебе за это слово. Я верю, что Иисус Христос – это Сын Божий. Я верю, что Он умер и воскрес, чтобы оправдать меня. Все мои грехи омыты Его кровью. Иисус Христос – мой Господь и Спаситель отныне и навсегда. Во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Встаньте, пожалуйста. Не принимайте жизнь как должное. Не принимайте будущую неделю как должное. Верьте, что Бог защитит вас. Богу нравится, когда Ему доверяют. Богу нравится, когда Ему доверяют. Давайте доверимся Ему. Поднимите свои руки. Все, кто смотрит это сейчас, поднимите руки. Бог Отец благословляет вас благословениями Авраама. Он хранит вас, защищает вас и оберегает вас и ваших родных на этой неделе от всякого вреда и опасности, от всякого вредного влияния и усталости. Пусть Бог Отец хранит всех людей в церкви города Даллас от опасностей и разрушений, вызванных ураганом Патриция. Бог помогает вам процветать в это время сверх изобилия благодати и обеспечения, которого больше, чем достаточно в это время. Пусть Бог Отец дарует вам и вашим семьям больше, чем достаточно, и сохранит вас от всякого зла. Пусть Бог Сын, Господь Иисус Христос, осветит вас светом Своего лица и благоволит к вам. Вы окажетесь в нужное время, в нужном месте, наслаждаясь Его благоволением. Пусть Бог, Дух Святой, улыбается вам, поднимает к вам свое лицо и дарует вам и вашим семьям свой шалом, здоровье, целостность, благополучие и покой разума, который будет только умножаться. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь, аминь, аминь». Пусть Бог благословит вас, церковь. Я верю, что вы были благословлены любовью и благодатью нашего Господа Иисуса Христа. Если это служение помогло вам пережить прорыв в своей жизни, мы хотели бы узнать об этом и порадоваться вместе с вами. Напишите нам и поделитесь своей историей. Мы рады, что вы продолжаете смотреть наши программы с проповедью Евангелия. Я молюсь, чтобы вы еще больше познавали нашего великолепного Спасителя и помнили, что Он для вас совершил. Мы благодарим вас за то, что вы посмотрели эту проповедь Джозефа Принца. Мы верим, что она принесла вам благословение. Чтобы получить более подробную информацию о церкви Нью Крейшн, зайдите на сайт, указанный у вас на экране. Также вы сможете подписаться на бесплатную ежедневную рассылку от пастора Джозефа Принца. Вы сможете каждый день получать больше сил и вдохновения, ведь благодаря этой рассылке вы узнаете, как сильно вас любит Господь. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит той церкви, которую вы посещаете.